Пока один двойник Путина находится с визитом в Казахстане, второй двойник Путина прилетел с проверкой в Ростов. Даже отъявленные путинисты заметили, что в этот раз явно получилась накладка, потому что пребывать одновременно в двух местах невозможно, если у тебя нет двойников. Основная цель приезда — узнать у Герасима и Муму, вернее у Герасимова и Шойгу, почему российское наступление на Авдеевском направлении захлебнулось. Пользуясь случаем, Муму похвастался новой китайской BB, а именно трехместным мотовездеходом с литровым двигателем, который выглядит как обычный гольф-кар. А его стоимость на России достигает двух миллионов рублей, за которые можно купить полноценный добротный джип. После автомобильной выставки, двойника потащили в штаб, где видимо ему доложили, как российские войска по полной облажались под Авдеевкой. Этот двойник со вторым подбородком уже неоднократно появлялся перед камерами, и от оригинала он отличается очень сильно. Изначально двойники Путина выполняли только технические задачи, к примеру вылетали на нескольких самолетах, в то время как настоящий летел другим курсом. Однако потом Путин распоясался и расширил область их применения. Сейчас, когда настоящий Путин крякнул, двойники Путина продолжают играть роль, а по сути являются марионетками Патрушева. И тем временем, пока они сидели разговаривали, в штабе вместо фотографии Путина была фотография Шойгу. Говорят, что настоящий Путин такого неуважения никогда бы не допустил. Ведь фактически Шойгу опустил Путина прямо у себя в кабинете. Также многие заметили странное поведение двойника, который как будто впервые познакомился с Шойгу, и до этого его никогда не видел. Так что с каждым днем появляется все больше доказательств, что оригинал крякнул, и сейчас валяется на Валдае, в каком-то запыленном холодильнике 70-х годов выпуска.